Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сегодня изготовим мокрую мушку из доступных материалов, которые имеются у нас дома. Изготавливать я буду вот на таком крючке. Это номер 14-16. Хорошая толстая проволока. Очень удобен для изготовления таких мокрых мушек. Немножечко огрузили свинцом. Капнул капельку клея, чтобы подхватить наш свинец. И не переводим к загибу. Хвостик вариантов изготовления бесконечное множество. Начиная от выщипывания бородок вот такого пера до, как у меня, вот имеется вот такое флюоресцентное изгривки золотого фазана. То есть выберите для себя любой удобный вариант. Хвостик у этой мушки выступает в роли стабилизатора. Поэтому к нему необходимо отнестись довольно-таки серьезно. Так как, учитывая габариты нашей мушки, мы должны, чтобы она не крутилась, застабилизировать ее в движении. Значит, я отрезал небольшую, вот такую щепоточку пера. Длина хвостика должна равняться длине тела. Перехватываем и начинаем подхватывать наш материал. Посмотрели величину, меня она вполне устраивает. Чтобы не было скопления материала, я сразу удаляю подобрез со свинцом, так как тело мы будем с вами изготавливать нитью. В качестве сегментирования я буду использовать вот такой, как обычно, материал. Это люрекс специальный. Можно использовать обыкновенный люрекс. Можно использовать проволоку. Можно использовать леску. Крепим его так, чтобы он был у нас вровень с нашим свинцом. И теперь уже окончательно подматываем весь материал к загибу. Следим за тем, чтобы наш хвостик никуда не убежал. Вот так нас вполне устраивает. В качестве тела можно использовать синтетику, натуральный мех, нитки. Вот я, допустим, подготовил эта обыкновенная нитка-ровница, купленная в галантерейном магазине. Но она по своему качеству не уступает юнифлосс. Которую мы используем для изготовления тела. Нить крепим притяжной петлей у хвостика. И теперь на всю длину, аккуратно, ниткой начинаем возвращаться. И формируем с вами уже то тело, которое будем обматывать ниткой. Подхватим весь материал. Учитывая то, что нить у меня черная, я не меняю. Подготовим с вами тело. Так, чтобы оно было хорошей конической формы. Изготовили с вами вот такое коническое тело. И теперь нам необходимо нашей черной ниткой, разравнивая вот так пряди, сверху изготовить тело. Давайте изготовим и дальше продолжим. Изготовили с вами тело черной нашей ровницей. И теперь я беру наш люрекс и сегментирую тело. Сочетание вот такого черного с серебристым довольно-таки магически действует на нашу рыбу. Это хорошо реагирует не только окунь, но и голавль. При изготовлении в меньших, да даже и в этом варианте, возможны поклевки платвы. Поэтому эта мушка у нас в какой-то степени универсальная. Аккуратно доходим до конусности, там где мы закрепили остатки. Поднимаем вверх, закрепим наш материал и остатки отрежем. Отрезали остатки материалов, теперь подходим к изготовлению крыла. У меня имеются обыкновенные вот такие парные, не парные, какие только попадаются, перышки индюка. Но вы можете изготовить, используя вот такое перо. или же, допустим, однотонное, можно взять кусочек шерсти, меха. Это уже не столь принципиально. Нам необходимо просто обозначить наше крыло. Я возьму совсем небольшую щепотку, даже не пытаюсь смотреть, левое это или правое. То есть, беру то количество, которое у меня получается. Вот приблизительно вот такой пучочек. Я, как обычно, я его беру, складываю в три такие равные части, подравниваю наши кончики и смотрю, где у меня вышла сторона изгиба. По правилам построения всех мокрых мушек и стримеров, желательно так, чтобы крылышко у нас доходило максимально, это до середины хвостика. Мы с вами изготовим так, чтобы она была, хвостик доходил до края нашего крючка или-или слегка, еле-еле выступал до за загиб. Переводим нить вместо крепления и не отпуская руки притяжной петлей начинаем подхватывать наше перо. Парочку притяжных петель будет достаточно. Поправим наше перо и тогда отпускаем нашу руку. Посмотрели. Приблизительно меня устраивает. Можно, конечно, немножко покороче. Отпустили. Подняли вверх, подтянули наше перо. Не отпускаем руку, здесь же подхватываем наше перышко. Вот. Теперь меня это вполне устраивает. остатки удаляем. Немножко капнем капельку клея и закрепим перо для опушки. закрепили перышко, подобрали бородки по величине и теперь аккуратненько отводя бородки назад, мы должны с вами выполнить пару-тройку оборотов. первого оборота выполнили пером, сделали завершающий узел и я совсем немножечко нанес лака на головку. Вот и все. В таком сочетании, как говорится, черное серебристое очень активно реагируют окунь, платва. Пробуйте красноперка, пробуйте в разных вариантах, но с 16 номера она очень актуальна. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч!